Всем привет, друзья! Я неоднократно в своих видео поднимала вопрос о продуктах питания в России. Я предостерегала россиян, что, возможно, в этих продуктах содержится что-то, что, в общем-то, вызывает болезни. И у меня было даже такое подозрение, что как это так было возможно целому народу, целой стране так повернуть сознание буквально за один день, когда произошло вот это вот 24 февраля, и все россияне, даже после того, как с ними провели волшебное мероприятие, они так повернули на 180 градусов свое сознание и стали поддерживать войну. Так невозможно. Здесь явно было какое-то воздействие. Я предостерегала, и россияны говорили об этом. И помните, у меня было такое видео, где Путин рассказывал о мусорной жабе. В общем, они там изобрели какую-то технологию, и вот на форуме Путин рассказывал, что у них теперь есть технология, где они там будут мусор весь перерабатывать, мицелием таким грибным, и это будет все добавляться в продукты питания. И вот вчера, 10 ноября, мои опасения были подтверждены законодательно. Итак, вчера, 10 ноября, на официальном сайте распоряжений правительства Российской Федерации было опубликовано следующее распоряжение за номером 2761Р. И что же говорится в этом распоряжении? Здесь говорится, утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень сельскохозяйственной продукции, производства, первичную и последующую промышленную переработку, которые осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные образовательные организации и так далее. Давайте мы с вами посмотрим, что же это за изменения, и какие изменения же они будут выноситься в перечень сельскохозяйственной продукции. Изменения следующие. Слушайте внимательно сейчас. Дальше сама муха, черная львинка, яйца мухи, черная львинка, личинки мухи, черная львинка, живые, охлажденные и замороженные. Ну вы поняли, да, что это за еда? И я вам хочу сказать, друзья, что вот то, что они опубликовали вчера, они это добавляют уже давным-давно. Просто вам только вчера об этом сказали. Поэтому я не раз говорила, что россияне с вами что-то не то. Что это за еда? Вот этот вот перечень, который я вам сейчас перечислила, что это за еда? Это еда рептилий. Вот этими всякими мухами и прочее питаются рептилии. И как мне часто пишут в комментариях, что ой, да у нас в России все есть, да у нас все полки в магазинах завалены продуктами. Я вам скажу, у вас продукты будут всегда в России. Их будет навалом. Они будут все красивые, упакованные. Все будет завалено этими продуктами. Кушайте, дорогие россияне. Только вот эта еда будет содержать вот этот перечень, который я вам сейчас зачитала. И для чего это делается, я уже тоже рассказывала. Для геопонимаешленной инженерии, чтобы изменять человека на уровне ДНК. Какой выход из всего этого? Только готовить все самостоятельно. Минимум продуктов, которые вы могли бы купить, в магазине. Ну, например, это овощи могут быть, да. Ну, туда никак не запихаешь. Ну, могут быть там какие-то пестициды, да. Но они только на корочке, вот на этой. Ее можно срезать. Мука, например, да. Вот мука вообще становится, наверное, самым опасным продуктом. Это можно делать из орехов. Это можно делать из семена подсолнечника. Как-то это пекут даже хлеб из такой муки. Вот. Туда в эти орехи тоже ничего не затолкаешь. Никаких мух. Поэтому вот как-то надо приспосабливаться и менять свой рацион питания уже прям с сегодняшнего дня. Потому что все это добавляется уже давно. Ну, что еще хочу сказать в заключении этого видео. Наверное, я думаю, что я уже не увижу такие комментарии, что в России все хорошо. Все продукты есть. Все у вас там замечательно. Ни самолеты не падают в полях. Вот еще и Петр Толстой, депутат такой, выступил вот прям на днях. Сказал, что вот эта трататуха развязанная, она навсегда. Для чего он это сказал? Я думаю, вам понятно. Я тоже уже объясняла. Так что, друзья, россияне, как-то находите выход из вот этого положения, чем питаться. Иначе вот такое питание приведет к очень плохим последствиям.